Фалкленды это вотчина ленд-ровера. В качестве украшения здесь все эти используют кости позвоночника кита. Пришел на пляж, а здесь пингвы. Их так много, они такие красивые. Очевидно, что я в Англии. Но это не простая Англия. Я на Фалклендских островах. Весь мир поддерживает британцев и считает Фалкленды британской территорией все, кроме Аргентины. Аргентина считает их своими и называет Мальвинскими островами. Вот они, настоящие Фалклендские острова, как выглядят. Лодочка, чтобы выйти в море. Дефендер, чтобы ехать куда угодно, потому что дорог здесь нет. И домик с красной крышей. Фалкленды – это вотчина ленд-ровера. На Фалклендах, смотрите, какие номера. И состоят из F – это, видимо, Фалклендские острова. Дальше три цифры и буква. Когда я был первый раз на Фалклендских островах, я фотографировал вот это вот место. У меня есть фотография этого дерева и этого домика. И вот этой вот надписи «Petcher Drive». Ничего не изменилось. А был я здесь, по-моему, уже лет 10 назад. Смотрите, детская площадочка. Строят, видимо, новое здание. Заложили фундамент. И это что, комнатки будут такого размера, что ли? Видимо, будет три дома таких. Прекрасное название для газеты. Поэтому внутри почты здесь вот есть даже последние выпуски марок с Фалклендских островов. Это раритет. Коллекционеры их очень любят. У каждого жителя Фалкленд тут есть своя почтовая ячейка, откуда можно забирать почту. Ну и посылочки побольше выдают вот здесь вот. Это настоящая Англия. Здесь такие клевые английские дворики. То есть очень типичное английское строение. Английский жилой дом. И у каждого свой небольшой дворик, огражденный маленьким заборчиком. В качестве украшения здесь, смотрите, используют. Это кости позвоночника кита. Смотрите, это скелет кита. Представляете, какие они большие бывают? Вау, это кошелот. Смотрите, какие зубищи. Он этими зубами сражается под водой с кальмарами. Гигантскими кальмарами, которые живут на глубине 3 километра. По-английски кошелот это sperm whale. У него очень большая башка. И раньше люди думали, что там сперма. Посмотрите, какие гарпуны. Этими механическими гарпунами раньше убивали китов. А это касатка, между прочим, с такими зубами. Вот этот гарпун огромный. Из него убили 20 тысяч китов с 1937 по 1965 года. Их главная церковь. А перед церковью это монумент. Наверное, самый известный на Фолклендах. Он сделан из челюсти кита. Выглядит все, как тропический рай. Но на самом деле жутко холодно. Альбатросы. На Фолклендских островах гнездятся странствующие альбатросы. Это одна из самых больших птиц в мире. Она в длину достигает больше метра. А в ширину размах крыльев у нее больше, чем 3,5 метра. Альбатросы вообще как бы живут поодиночке. Но гнездятся вместе. И они совершенно не боятся никого. Потому что они не знают. На них никто никогда не нападал. Самая большая опасность для альбатросов. Это крысы, которых завезли сюда английские мореплаватели. Еще в позапрошлом веке. Они подходят к гнезду альбатроса. И просто сжирают на его глазах их птенцов. Альбатрос смотрит на это. И даже не понимает, что он может как-то защитить. У него такой мощный клюв. Он может долбануть им крысу. И убить ее на месте. Но у него просто нет такой функции у организма. Нет такого инстинкта. Белый песочек, манящее море. Так и хочется искупаться. Но единственные купающиеся на этом пляже – это пингвины. Вообще в мире существует 18 видов пингвинов. Самые большие из них – это императорские пингвины. Они живут в Антарктиде. На втором месте – королевские пингвины, которых мы увидим в огромном количестве на островах Южной Георгии через несколько дней. То есть уже буквально в следующем видео. А вот эти милахи – по-английски они называются пингвины дженту. А по-русски – как папуанские пингвины. Они на третьем месте по росту. И, наверное, одни из самых красивых. Я хотел сфотографировать пингвина под водой плывущего. Но они оказались еще пугливыми. Вот эти домишки – это и есть столица Толпенских островов. Город Стэнли. Вот так город. 3000 человек. Страшно кораблекрушение. Все уже проржавело. А на заднем плане наш красавец – корабль. Вот эта вот птичка по-английски называется «Oyster Eater». То есть поедатель устриц. А по-русски какая-то галка сорока, кажется. Смотрите, я ушел от основной группы. Пришел на пляж. А здесь пингвин. Пингвин. Пингвинчики возвращаются к норкам своим. Как курочка. Это невероятно. Эти пингвины прямо здесь, рядом со мной. И их так много. Они такие красивые. У нас было три высадки на Фолклендских островах. Только в порте Стэнли, столице Фолклендов, можно было припарковаться, пришвартоваться, извините, к причалу. А во всех остальных местах нас спускали на берег на зодиаках. Но с погодой нам повезло. Но с погодой нам повезло.